Что-то успели посмотреть? Ой, это же тетя Таня! Вы были одной из любимых телеведущих прежнего. Я разговариваю с Тепашкиным голосом. Но это все продолжается до сих пор? Познер тоже лысый, а ему уже 80. Вы уж извините, что я так к нему привязываюсь. Не за что, малыш. Новый выпуск проекта «Поговорим, поговорим» на своем ТВ. И сегодня сбылась, наверное, моя детская мечта. Хотя в детстве об этом, наверное, и не приходилось мечтать. Сегодня наш герой, точнее, героиня, та самая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши», из «В гостях у сказки» Татьяна Веденеева. Татьяна Вениаминовна, добрый день. Здравствуйте. Впервые ли вы на Ставрополье? Да, впервые. Как вам? Мне очень нравится. Вообще Кавказ, конечно, очень красивое место на планете, очень красивая природа. Ну, как-то, вот знаете, бывают такие места, куда приезжаешь и знаешь точно, что больше сюда никогда не вернешься. А бывают, вот как здесь, как-то вот душа располагается, все так, и хочется сюда приезжать и приезжать. Я думаю, что это, конечно, будет, надеюсь, не последний раз. Немного вы побыли в Железноводске. Что-то успели посмотреть в Кисловодске вот сегодня? Сегодня в Кисловодске, да, мы проехали по городу и погуляли пешком по чудесному парку. Железноводск меня просто очаровал. Такой, знаете, маленький шедевр. Очень красивое место. И вот поскольку я приехала на кинофестиваль, мне кажется, это очень правильное место выбрано для кинофестиваля. Почему? Именно что в маленьком городе, как Железноводск, в таком красивом, уютном, чистом... Атмосферность, да, какая-то своя? Да, вот в нем что-то такое есть, куда хочется приехать, именно восторгаться чем-то. Не только этим городом и природой, но еще и кино, и искусством, общением с какими-то людьми. Ведь приехали не только киношники, и актеры, и певцы, и вот Пелагея вчера выступала. Сегодня Сережа Безруков с концертом выступает. То есть очень правильное место, тем более здесь все так близко. Это как Лазурный берег Франции. Вчера был, по-моему, прекрасное начало. Вот просто было прекрасное открытие этого фестиваля. Оно было и торжественное, и очень душевное, и незатянутое. Я думаю, что если вот при таком прекрасном начале фестиваль будет развиваться, то он может запросто, может быть, и Канский потом за поезд заткнуть. Во всяком случае, красотой природы. Я в любом случае вам желаю на будущее посетить еще и Пятигорск, например, и побывать в Ставрополь. У нас тоже, хоть гор, наверное, и природы такой красивой нет, как здесь, но тоже есть на что посмотреть. Ну, надеюсь, да. Ну, я вас приглашаю. Хочется вернуть вас все-таки немного в ваше детство. Ну, вы, в общем-то, тоже человек относительно южный, потому что родились в Волгограде. Да. В детстве. Вот о чем вы мечтали? Было ли у вас в мыслях, что вот вы станете настолько знаменитым человеком, настолько ярким и настолько близким к детям на тот момент? Думали так? Вы знаете, я вообще верю в судьбу, как ни странно. Иногда я на нее обижаюсь и думаю, что вот, наверное, да, вот такая у меня судьба, ничего не поделаешь. Потому что я много раз, как советуют психологи, да, пыталась что-то изменить в своей жизни, например, да? Вот я ставила перед собой цель и пыталась к ней идти. И вот я шла и слева, и справа, и сбоку, и внизу, и сверху. И ни в какую. Это было непробиваемо. И я понимала, что, ну, это не моя судьба. И поэтому я, ну, разворачивалась, уходила. Это не значит, что у человека нет вариантов. То есть есть какой-то коридор. Ты можешь по нему идти прямо, а можешь зигзагами, да, или действительно там ползком или бегом. По-разному. Но я никогда не попаду в ваш коридор, понимаете? То есть если это мне не суждено, то, скорее всего, нет. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в связи с этим, когда я была маленькая, вообще я хотела стать астрономом. Я очень любила фантастические произведения, перечитала всю фантастику, которую только можно. Дома, в школе, во всех библиотеках вокруг и представить себя где угодно могу в любой момент. Очень хотела быть, но не получила золотой медали, и поэтому не рискнула поехать. На астроном можно было учиться только в Московском университете. Пошла в артистки. Но, когда мне было, наверное, лет 8, мой отец был из казаков донских. Станица Кумылжинская, рядом речка Хопёр, впадающая в Дон. И вот я помню, меня туда родители привозили на каникулах. И я помню, я стою, может быть, мне было 7 или совсем еще маленькая, на голове у меня огромный капроновый бант вот такого цвета, как пионы. И едут женщины на телеге, тогда такой был вид транспорта, куда-то работать в поле. И одна из них говорит, посмотри, у Ани какая племянница хорошенькая, нашему у Шурки будет невеста, вот растет. Про вас это говорили. И я вспоминаю свою фразу. Я говорю, какой еще Шурка? Я буду жить в Москве, вообще буду очень знаменитой, а может быть, даже в Болгарии. И они все стали смеяться на этой телеге. Ну, вот такое заявление от маленькой девочки. Почему Болгария? Ну, наверное, просто кроме Болгарии я не знала на тот момент ни одной страны другой. Что вот есть наша страна, а еще есть Болгария. И что я стану знаменитой, это было очень такое заявление, знаете, на каком основании, ни на каком. Детство многих ребят в Советском Союзе, в молодой России еще в начале 90-х прошло так или иначе при вашем участии. Вы в детстве телевизор часто смотрели вообще? Ну, совсем глубокое детство не часто, потому что у нас не было. Я помню, в семье не было телевизора, мы ходили куда-то к соседям смотреть. Для вас это было что-то вот вау, волшебство какое-то, что-то необычное? Ну, когда вот у нас в семье появился телевизор, я помню первую передачу, которую я смотрела дома по телевизору в своей квартире. Это была опера «Любовь к трем апельсинам». И она на меня не то что не произвела никакого впечатления, мне казалось, что это совершенно неинтересно. Что-то они все поют, вообще никто не разговаривает. Потом программ было не так много, было много спортивных программ. И мой папа очень болел тогда за всякий хоккей, в основном, хоккей, это было что-то. И еще вот помню впечатление от телевизора и из детства, когда наши хоккеисты играли чемпионаты какие-нибудь, да? Ну, а мы с братом не разрешались в комнате присутствовать вообще, потому что отец так переживал и болел, что, ну, не да бог, кто-то что-то скажет, это прям было нельзя. И я запомнила такую вещь, что наши очень боялись играть с чехами. Ну, мы всегда становились чемпионами, я даже такую вот тенденцию помню. Мы проигрывали чехам, чех проигрывали шведам, мы выигрывали шведов и становились чемпионами. Я всегда думала, вот в Чехословакии есть еще одна такая страна, что это какая-то очень страшная страна. То есть, когда играли с чехами, нам правда не разрешалось входить в комнату, папа так переживал, потому что мы очень часто им проигрывали. Я думала, какая-то огромная страшная страна. И когда я стала в школе учить географию, я увидела, что это маленькое государство. Тогда у меня впервые в моей юной голове зародилась мысль, что величие человека создают поступки, а величие государства – это его люди. Перейдем уже, так скажем, к более взрослой жизни. Есть такая информация, что вы были одной из любимых телеведущих прежнего, так? Ну, да, видимо. Ну, а почему нет? Ну, в конце концов, он же тоже был человек. Он тоже смотрел телевизор. Он был мужчина, в конце концов. Ему тоже нравились женщины. И не только его женщины, но и те, которые в кино снимались или на телевидении работали. Да, я была даже у него на дне рождения. День рождения на работе, когда у него был. И я ездила в командировку, это была моя первая командировка в Париж, когда Брежнев ездил туда с правительственной делегацией. Я должна была целый день вести программы на французском телевидении на Первом канале. Я хорошо работала. В общем, почему бы не быть моим поклонником, если человек хорошо выглядит и хорошо работает. У вас действительно, наверняка, я вот не сомневаюсь, очень много поклонников было, особенно после фильма «Здравствуйте, я ваша рекоменда». Тем не менее, вот в одном из интервью вы рассказывали о том, что как-то раз не узнали Юрия Яковлева. Он сказал, что он повар в ресторане, вот, потом выяснилось, что это был он. Часто ли бывает такое, что вас не узнают, и как вы на это реагируете? Вы знаете, я была очень рада, что меня не узнают. Я, например, в этом смысле, мне нравится находиться где-нибудь за границей, где тебя никто не знает, где можно находить, не краситься. Вот в России это невозможно. Вот я сегодня гуляла по парку, и в ресторане ко мне подходили, где мы обедали, по парку постоянно просили фотографироваться. С одной стороны, это приятно, конечно, да. Причем нигде же не висят огромные афиши, что я тут. Люди узнают тебя на улице. Например, в Москве у меня сейчас идет стройка. Я очень часто посещаю магазины, такие, знаете, нетипичные для женщин, в которых продаются стройматериалы, какие-то плинтусы, паркетные доски, краски и так далее. Причем это длится у меня уже почти два года, ну полтора. Вот казалось бы, ну кто меня должен был узнать в этом строительном магазине? Я надеваю очки специально. Ну потому что очки очень меняют внешность. Конечно. Именно светлые очки. Черные, ты вроде спрятался, да? Если кто-то в черных очках-то ходит, что-то знакомое. А обычные очки, потому что я близорука, все равно узнают. Это как раз, с одной стороны, иногда приятно, иногда создает очень большие неудобства. И если меня не узнают, я не то уж не обижаюсь, я радуюсь. Я радуюсь, что я могу быть обычным нормальным человеком, делать свои дела. У вас был период в жизни в 90-х, если я не ошибаюсь, когда вы уехали за границу и в России не жили. Это тоже может быть отчасти связано со сверхпопулярностью? То есть хотелось немного спокойствия? Нет, нет, нет. Меня просто уволили с телевидения. А здесь продолжения никакого не было или не хотелось просто? Ну, вы знаете, это, может быть, мои какие-то казачьи корни сработали. Я не... Я когда вернулась, я никогда не пошла, никого не попросила, чтобы меня взяли назад. А у нас любят, чтобы просили, чтобы пришли, там, покаялись. Планились в ножки, да? Нет, чтобы лыкаиться совершенно. Моя вина была только в том, что за много лет работы, по 12 часов в день, я первый раз в жизни попросила за свой счет, за свой счет, 3 дня. И мне не разрешили с угрозой либо увольняйся, либо возвращайся. Я была за границей, да, мне сына нужно было в летнюю школу там оформить. Я написала заявление, что мне было делать. Я не могла вернуться. Ну, и меня уволили. И поэтому я после этого не ходила, никого не просила. Это не было, что я там, ах, устала от популярности, уехала отдохнуть в Баден-Баден. Ничего подобного. Ну, это были 90-е годы, и знаете, я периодически же возвращалась. Это не так, что я прямо уехала насовсем. Я никогда не эмигрировала из страны. Я когда смотрела телевидение тех времен, этот бардак, который происходил, когда каналы вот стали разъединяться, когда в кадр лезли кто угодно, люди, которые не могли говорить толком, плохо выглядели, с отрицательным обаянием и так далее. Я думала, как хорошо, что я не участвую в этом кошмаре. Но когда я видела что-нибудь хорошее, конечно, сердце щемило, и была ностальгия, да. Но сейчас это все прошло, потому что на самом деле мне каждый день звонит кто-нибудь, но мне обязательно позвонит с какого-нибудь канала, что-то просит прийти, прокомментировать, где-то сняться. Я как раз не очень это уже люблю, если честно. Ну вот сейчас, наверное, да, есть какая-то усталость от этого, или... Ну, это для меня, вот понимаете, когда ты делаешь сам программу, да, это другое дело, это работа и это творчество. А когда тебя просят прокомментировать взаимоотношения Цымбалюк и Джигарханяна, ну, я не хожу, я отказываюсь категорически, потому что мне это неинтересно, копаться в чужих каких-то проблемах и еще и комментировать. А наши многие федеральные каналы на это нацелены, потому что, ну, публика хочет, они, пожалуйста, это предоставляют. Ну, это, наверное, гонка за рейтингами, да, публикация? Ну, говорят, что да. Хотя я не очень в это верю. Потому что все рейтинги, они, мне кажется, вилами на воде писаны. Во всяком случае, то, что я слышала от людей, все только это и ругают. Откуда же тогда берутся рейтинги? Значит, ругают, но смотрят, получается, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, еще и есть некая заинтересованность, чтобы люди смотрели именно это и больше были увлечены чужими проблемами, нежели своими. Тем не менее, вот, скажем так, советские проекты, телепередачи, в которых вы участвовали, были ли такие, по которым вы вот особенно, может быть, скучали или как-то вот ностальгировали? На примере, да, вот «Спокойной ночи, малыши», всем известная. Добрый вечер, друзья! Привет, ребята! По вот этим персонажам скучаете? Вот смотрите, «Спокойной ночи, малыши» – это ведь программа, которая ежедневная. И там было не очень много ведущих. То есть за всю историю этих передач, а это много, уже несколько десятков лет, там, может быть, изменилось 12, может быть, не больше 20 ведущих, исключая современное время. Поэтому в наше время совсем были единицы, и практически каждый день или через день это надо было делать. И наступали иногда такие моменты, когда я ехала и думала, опять этот Хрюша, опять этот Степашка. Опять этот текст, который вообще, вот когда читаешь, это полная белиберда для взрослого человека. Я ехала за рулем и сама себя уговаривала, что Степашка, он же такой хороший, он же такой зайчик, он же такой любимый. Ну как же дети же спать не смогут? И вот я себя всю дорогу уговаривала, приходила, я такой, здравствуйте, дети, здравствуйте, ребята. Добрый вечер, ребята. Привет, друзья. Ну что же, ребят, вот уже целую неделю, каждый вечер, мы с вами следим за приключениями нашего старого знакомого Буратино. Я когда-то с Степашкой ездила даже в Америку, на МБС. Был такой обмен двумя программами, и к нам приезжал, у них программа, называется «Соседи мистера Роджерса» для маленьких детей. Там мужчина ведет с маленьким тигренком. Такая кукла на руке, знаете, такая перчоточная. И в ответ потом меня пригласили, но советское государство не дало денег на актрису. Типа не купила билеты самолетов, все остальное они сами делали. В гостинице там тебя принимали, прекрасно все, но деньги на самолет не дали. И мне сказали, вот, бери Степашку и давай, вперед. Я как этот со Степашка, а у Степашки там сложный механизм, там глазки, чтобы хлопали ушки и дергались, там нужно, в общем, двумя руками работать. Я сама с собой в этом городе, в штаб-квартире НБС в Питтсбурге, я разговаривала то Степашкиным голосом, то сама с собой. В общем, это был какой-то кошмар, но я выдержала. Я даже помню, что мне дали какой-то документ, что меня сделали почетным гражданином этого города, потому что это было, наверное, очень круто тогда. То есть, с одной стороны, иногда я очень уставала от этого общения, а с другой стороны, конечно, они любимые персонажи. Они для нас вот реально как живые. Было время, когда эту программу закрыли взрослые, не очень умные люди. И мы, я помню, я, Ангелина, Вовка, еще там некоторые ведущие, мы ходили, прям писали письма, мы говорили, что вы делаете. Этого делать нельзя, это очень, во-первых, добрая, во-вторых, опознавательная программа для детей. Она сейчас уже не совсем такая, потому что сейчас у них очень мало времени, там, 7 минут, из них еще и реклама есть. Ну, и сейчас конкуренции много. А тогда было 15 минут. 15 минут – это очень много, и никакой рекламы. Поэтому у нас была длинная интермедиа, мы что-то обязательно обсуждали, как себя вести, как хрюш, у нас же главный персонаж. Почему? Потому что на нем вся драматургия держалась, потому что он обязательно что-то делал неправильно, а Степашка делал правильно, мы это обсуждали, Филю или Каркушу там подключали. И в результате, за то, что он все понял, мы смотрели мультфильм. И дети это все наматывали на ус. Вы понимаете, они учились правильным вещам вот в этой игре. Сейчас у них мало времени, они практически не могут это делать, уделить этому внимания. А во-вторых, у них огромная конкуренция, конечно. Сейчас целые каналы для детей. Наши передачи смотрели до 10 класса. Потому что не было мультиков, их было очень мало. Их показывали по воскресеньям, в будильник, в гостях у сказки или вот с покушки. И все обводили кружочком в газетке, я помню. Конечно, каждый ребенок знал, что вечером, каждый день можно посмотреть мультфильм в программе «Спокойной ночи малышей». Конечно. Еще раз вернемся все-таки во взрослую жизнь. Когда вы уехали за границу, вы начали бизнес. Ну нет, мы его начали вообще-то здесь. Здесь. Как раз когда я была за границей, я очень устала от ничего не делания. Потому что, если честно, я работаю с 16 лет. Я поступила в институт в 16 лет. Потому что родители в школу меня отдали в 6. И в 16 я уже была студенткой. В 17 лет мне исполнилось на съемочной площадке фильм «Много шума из ничего», который снимал мультфильм. То есть я уже зарабатывала свои первые деньги в 16 лет. И так, как закрученная пружина, понимаете? То есть после института сразу телевидение, вот сразу очень в «Спокойной ночи малыши» или всевозможные концерты – это не было работой диктора. Это все было отдельно. То есть ты 8 часов, ты обязан работать диктором, а потом ехать на спокушке или вести какой-нибудь концерт или какую-то программу. Да, за это отдельно еще доплачивали. Но времени не было. По 10-12 часов в день. И поэтому вот эта закрученность, как пружина, она стала таким способом существования. Поэтому, когда я находилась за границей, конечно, это для меня было очень сначала интересно, посмотреть мир, так, знаете. А потом стало очень утомительно. Я стала искать себе применение, но вот пересилить себя и пойти к кому-то кланяться в ноги и попросить, чтобы меня взяли, я как-то не смогла. Потому что мне казалось, что я профессионал, и это было действительно так, профессионалы мне не бросаются. Но тогда руководство это не понимало. Все хотели в кадр, все хотели быть у руля, и никому ничего не было дела. Я стала искать себе применение. Понимаете, на тот момент, начало, уже даже был конец 90-х, самым интересным, то, чего ты никогда не делал. Мне всегда интересно пробовать что-то новое. Это был бизнес. Тогда многие солидные мужчины, которые сейчас там, вау, какие крутые бизнесмены, они нащупывали это, потому что в нашей стране никто не знал, как собственно им заниматься. И причем я должна сказать, вот если сейчас посмотреть на наших самых успешных бизнесменов, владельцев бизнеса, я имею в виду, которые его придумали, основали, среди них практически нет людей, например, с экономическим образованием. Потому что бизнес – это особый склад ума. Это умение рисковать, умение повести за собой, поставить цели и так далее. А вот как там дебет с кредитом, это ты наймешь человека, который будет финансовым директором, и, конечно, ты будешь контролировать, ты будешь в курсе, но тебе не обязательно заканчивать. Для этого именно финансовый институт и так далее. Поэтому это было интересно. И я тогда моему мужу очень стала настаивать, случайно получилось, что нам привезли из Кавказа этот соус в Кемале. Я попробовала, была очарована его вкусом, сказала, где еще купить. Оказалось, что нигде, вот только на рынке, непонятно какими руками в какую бутылку там грязную, не грязную налили. И вот у меня эта идея появилась. Мы ее очень долго вынашивали, привлекали многих людей, в том числе Академик Абгатурю. Ну, примерно два года. И в 98-м году, собственно, мы его основали. И именно этим занималась. Я каждый день уже ходила на работу совершенно в другой области. Но это все продолжается до сих пор? Продолжается, да, конечно. И мне жалко расставаться с телевидением, уж совсем. Но у меня еще появился театр, например. Я теперь еще и в театре играю. То есть я привыкла работать по 10-12 часов и не могу остановиться. Вы сейчас играете в театре. Да. Приехали на кинофестиваль. С чем вы приехали на фестиваль и в качестве кого? Я была, как-то сказать, соведущей, наверное. Потому что, знаете, было очень необычное открытие. Было несколько пар, которые выходили. Причем с нами встретился как бы автор сценария, который написал сценарий. Но все, что мы говорили, это было написано с наших слов. Что для нас герой? Потому что фестиваль называется Герои время. Что для каждого из тех, кто выйдет на сцену, что такое понятие герой? Человек, которому хотелось бы следовать, например. И вот, собственно, мы для этого и приехали. Мы выходили там. Я, Сергей Безруков, Прилепин, Алика Смехова, Немаляева. Ну, в общем, несколько-несколько человек. И каждый рассказывал какую-то такую маленькую свою историю. Ну, вот с этой целью мы, собственно, и приехали. Кто для вас герой? Или что для вас герой? Для меня, ну, как я уже вчера говорила, я, когда была маленькой девочкой, я очень любила фантастику, много прочитала. И, может быть, поэтому все люди, которые мне интересны, это всегда какие-то люди немножко неприземленные, которые находятся над проблемой. Не те, которые, вот ты с ними начинаешь говорить, а их волнует только, сколько колбаса стоит в магазине. Понимаете? Ну, да, мы все не светом звезд питаемся. Но, тем не менее, вот с такими совсем уж приземленными людьми мне не очень интересно. А вот люди, у которых есть полет, которые могут даже идти на риск ради каких-то своих целей. Обычно у людей неприземленных довольно высокие, ну, во всяком случае, очень интересные цели. Вот такие люди для меня являются героями по жизни. Это не потому, что они совершают какие-то героические поступки. Но, как правило, если такие люди находятся в экстремальной ситуации, то они способны реально на поступки. Потому что они не будут думать о своей заднице или о куске хлеба. Они будут думать всегда о чем-то таком вот высоком. Вас считали, ну, чуть ли не первой красавицей СССР. Это неправильное мнение. Есть огромное количество женщин, гораздо более красивых. Тем не менее, вы до сих пор очень хорошо и тщательно за собой следите. Вот, судя по интервью, опять же, которые вы давали, я несколько ознакомился с несколькими. В одном из них вы сказали, что для вас очень важный компонент это хорошая вода. Это так? Да. Вот вы знаете, я могу сказать, что я в Москве уже много лет пью воду под названием Архиз. Это где-то отсюда. Ну, недалеко, да. Недалеко, где-то отсюда. Ну, раз уж вы на Кавказских минеральных водах, успели водички здесь попробовать? Да, я вот сейчас нахожусь... Кисловодск, Железноводск, здесь даже в словах, вода. В дубовой роще, там прям внутри какие-то есть источники. Вот, ну, можно подойти, налить стакан и пить. Я уже несколько раз попробовала. Она очень вкусная, но, я так понимаю, все-таки она лечебная. Это не просто вода, которую можно в чайник наливать. Вот Архиз я просто доливаю в чайник, там, могу приготовить суп с ним. Все, у меня Архиз – это номер один в Москве. Напоследок, попробуем представить через 10 лет Татьяна Веденеева. Вот как вы себя видите? Какой? Чем занимаетесь? Что делаете? Трудно сказать. Скорее всего, будет продолжаться театр. И, скорее всего, появится что-нибудь еще. Что-нибудь еще творческое или вообще в принципе? Ну, то есть, бизнес это может быть или... Ну, все что угодно может быть. Непредсказуемо. Я никогда не боюсь изменить свою жизнь, сделать резкий поворот. Я никогда не понимаю людей, которые говорят, вот, выйдешь на пенсию, все начинают ныть, что... Одни ноют, что как бы дожить до пенсии, да? Но это, опять же, нужно с детства себя готовить. Нужно с детства вести правильный образ жизни и беречь свое здоровье. И тогда это легко. Другие ноют, что они вот не знают, что делать. Что типа вот у них все начинается плохо после того, как они выходят на пенсию. Я думаю, как это возможно? Есть так много вещей, которые можно начать делать. Да хотя бы просто язык учить. Ну, просто найти себе любую какую-нибудь элементарную работу и через интернет, и где угодно. Вот у меня даже мой папа, когда вышел на пенсию, это были советские годы, он не мог сидеть дома. Он пошел работать на почту. Пошел просто, разносил письма, вот знаете, эти заказные. Причем ездили они с такси. Ему нравилось, что он на такси ездил, срочные письма разводил. У него был компаньон, типа они беседовали на какие-то там темы, обсуждали политику, спорт и так далее. Но человек не сидел дома. И поэтому он долго жил. И сейчас, вы видите, есть люди, которые много работают, ну, примеры, например, известных людей. Это возьмите того же Познера, человеку, которому за 80. Он прекрасно себя чувствует, он очень активен. Я с ним лично знакома, я его вижу, я вижу, как он ходит, как он держится. Ведь дело не только в лице, которое можно там, как многие говорят, подтянуть, украсить, приклеить, накачать и так далее. Это тебе не поможет, если нет стержня внутри, если не горит глаз. Что человека выдает? На самом деле, возраст выдает походка. Есть 30 лет, кто так вот ходит, как эти старухи уже. Генетика, конечно. Потому что есть люди, которые... Вот у меня отец начал в 60 с лишним, 4 года, первые седые волосы. А есть люди, которые в 30 уже лысые. Это не значит, что они постарели, а такая генетика просто. Но с другой стороны, он, Познер, тоже лысый, а ему уже 80. А у него глаз горит. Понимаете? И голос. Вот голос нельзя подделать ничем. И когда человек в душе молод, у него молодой голос. У вас и у Познера, мне кажется, вообще не поменялся. Я просто, вот правда, я с вами общаюсь, и я вот клянусь, просто как будто в детство окунаюсь, вспоминаю, вот действительно, спокойной ночи, малышей. Вы уж извините, что я так к нему привязываюсь, но дежавю, можно сказать. Да, да. Часто вас называют тетя Таня? Ну, так вот, подходит, говорят, тетя Таня, можно сфотографировать? Я была ошарашена, когда первый раз это услышала от взрослого парня с трехдневной небритостью, какой-то громко на большой вечеринке навязал, крикнул, тетя Таня, я люблю с детства. Я была в шоке, подумала, боже, сейчас все поймут, какая я уже старая. А теперь я привыкла, иду по улице, стоять, ну, вот в Москве недавно иду, гуляю с собакой по улице в какое-то кафе, и там стоит явно повар, который вышел покурить. И с своими двумя приятелями, девушка и парень, шеф поваришься и говорит, ой, это же тетя Таня. И они кидаются за мной. Вот здесь у меня около провала была очень забавная та же ситуация. Мы вчера поехали, мне повезли показать провал. Но провал оказался на ремонте. Я подошла, сфотографировалась рядом с этой скульптурой Остапа Бендера. Там на площади играли три музыканта. И, ну, тоже парни, там, 20 с небольшим. И вдруг один стал кричать на всю площадь, смотри, это же тетя Таня. Бросил гитару, кинулся ко мне. И мне сейчас наоборот, это даже нравится, что я тетя Таня. Тетя Таня, спасибо вам большое за наше счастливое детство. И спасибо вам за интересное интервью. Не за что, малыш. Спасибо большое.